От небольшой часовни к настоящему храму. Житель поселка Зайково достраивает на своем огороде алтарь. Церковь во дворе частного дома давно стала местной достопримечательностью. Дарья Степанова продолжит. Под звук болгарки проходят солнечные дни в поселке Зайково. В огороде на грядке с клубникой уже поднимаются стены будущего алтаря. Дядя Костя, так его зовут всеместный, возводит храм за свой счет. Вот сейчас денежка есть, крышу сделают, белый материал закроют и работа останавливается, потому что с деньгами туго. Болгарин Костя Стефанов попал на Средний Урал по большой любви. Переехал с солнечного берега за своей невестой. Почти полвека его мучили кошмары, воспоминания о спецвойсках в Чехословакии 68-го года. Во время вторжения сил стран Варшавского договора многие его друзья не вернулись домой. Уже на пенсии он решил построить часовню на своем участке. Практически все иконы сюда попали бесплатно. Сами прихожане жертвуют образа, а они чудесным образом меняют вид в прямом смысле. Иконы были вообще темные. Их не реставрировали. Они сами очищаются. Они были темные. Образа не просвечивались. И постепенно, вот сами по себе, вот сколько у нас уже часовни, вот иконы, вы видите, что образ такой святой, сами очищаются иконы. Вот такое чудо происходит. Часовня быстро стала совсем маленькой для жителей поселка Зайково. И тогда дядя Костя решил построить алтарь, чтобы можно было прийти не просто помолиться, а совершить обряды. Таинство причастия самое главное. То есть, когда под видом хлеба и вина, когда приготовляется хлеб и вино, потом превращается в тело и кровь Христовы. И потом причащаются православные христиане, которые соединяются с Богом буквально. И естественно получают многие исцеления, телесные и духовные. Строительство идет, как говорит дядя Костя, с Божьей помощью. Пенсии 7 тысяч и 2 хватает на возведение стен. Поэтому зарабатывает пенсионер как может. Собирает, издает металлолом, выращивает и продает овец. Манька, иди сюда. Иванушки. Иванушек осталось чуть больше десятка. Было 40 голов. Мясо продал на базаре и все деньги потратил на кровлю для алтаря. Сейчас стесняется, что приходится встречать гостей с бородой. Но и она внесет свой вклад в строительство будущего храма. Бороду отращиваю, чтобы ее продать. Объявление в газете было. Принимаем 20 сантиметров бороды. Но я созвонился. Встретились, посмотрели, договорились. Вот 20 сантиметров выращу и денежки получим. Хоть 100 рублей, и то для меня большие деньги. Строители за работу денег не берут. Говорят, это самый удивительный заказ в их фирме. Понимают, что средств катастрофически не хватает, поэтому и работают бесплатно. Возводить храм, как оказалось, намного сложнее обычного дома. Тут даже во время работы приходится следить за языком. Бывает, у меня сотрудники поругиваются. Он тоже, как бы, ну, не знаю, в это верить, не верить, но наказывает Господь за это. У меня сотрудники падали несколько раз с нее. Костя говорит, вот, не будете ругаться. Не будет таких проблем. Главного звонаря часовни Георгия Победоносца едва видно. Четырехлетняя Алиса приходит сюда каждый день. Она знает, что на строительство денег надо много. Еще как минимум 350 тысяч. Поэтому все карманные сбережения тратят не на мороженое, а на пожертвования. И мечтает, что уже к Новому году обновленный храм откроют, на крыше появится золотой купол и еще один тяжелый колокол.